Продолжение следует... Поет память и славу, скрекает в один строй дедов и правнуков. Поет память и славу, скрекает в один строй дедов. Трудящиеся Советского Союза, наши уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Советского правительства, Приветствую и поздравляю вас со всенародным праздником, 60-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. К праздничной Красной площади обращается министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов. Вооруженные силы СССР считают своим священным долгом надежно защищать социалистическое отечество, быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору. Да здравствует 60-е годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Да здравствует героический советский народ и его доблестные вооруженные силы. Слава Коммунистической партии Советского Союза, руководящей и направляющей силы советского общества. Ура! Они почти ровесники, первое государство трудящихся и его армия. Как на гигантском листе воинского рапорта, на брусчатке этой площади записано родословное нашей армии. Армии, неведомой прежним векам. Строительство нашей армии, говорил Ленин, только потому могло привести к успешным результатам, что оно создавалось в духе общего советского строительства. В 1918-м был подписан декрет о создании Красной армии, когда прозвучало ленинское воззвание к народу. Социалистическое отечество в опасности. В метрике нашей армии значится дата рождения армии Совета. 1918 год. И первое ее имя – Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Ваша задача, говорил бойцам Ленин, идя на фронт, прежде и больше всего помнить, что это единственно законная, справедливая, священная война угнетенных и эксплуатируемых против насильников и грабителей. И по ленинскому призыву поднялась Россия рабочих и крестьян. Нищая, голодная, полуграмотная Россия, которая приняла один выбор – свобода или смерть. Юной республике угрожали враги. Внутренняя контрреволюция и мировой империализм. Черная петля блокады захлестнула ее горло. Казалось, еще немного. И петли это задушат новорожденное государство. Из красногвардейских отрядов, защитников революции, родилась Красная Армия. Были мы походы тех лет. И наши внуки будут петь песни о комиссарах в пыльных шлемах, о небе полуденном, и конницах рассыпалась в степи. Не уйдут из памяти легендарные русские имена полководцев Гражданского, Хрунзе, Егорова, Шапошникова, Ворошилова, Буденного, Тухачевского, Чапаева, Щерса и многих-многих других. А когда отгремели бои, красные бойцы пошли войной на разруху. Запрягли танки, чтобы вспахать землю, принадлежащую отныне народу. И еще раз открылся смысл имени армии, рабоче-крестьянская. Но отвоевав свою землю, мы сразу должны думать о ее защите, укреплять армию. Внукам перескажут люди рассказы бойцов Гражданской. Иван Филиппович Сорокин сражался в знаменитой железной дивизии. Его слушают ребята, которым завтра идти служить в армии. И встает перед ними командир железной Гай и воскресает боевая история части, рожденной в трудном 18-м году. Ее битва за освобождение Симбирска. Тогда бойцы железной послали Ленину, который был ранен во время покушения на его жизнь, телеграмму об освобождении города. И Ильич ответил бойцам. Взятие Симбирска, моего родного города, самая лучшая повязка на Майераны. Строгий обелиск на Волжском берегу хранит память о том сражении. Но память о железной и в прекрасной традиции Ульяновска. Молодые горжане проходят воинскую службу в той же дивизии, ныне в Самару Ульяновской. Завтра уходят в армию фрезеровщик Сергей Дурасов. Комбайнер Александр Кирюхин. Старшеклассники провожают своего учителя Анатолия Петровича Дмитриева.